Всем огромный привет из утреннего Прованса. Дождик. У нас дождик. Но мы все равно очень счастливые, потому что у нас сегодня закончился карантин. Ура! Свобода! Наверное, даже лучше, что дождик, потому что если бы было яркое солнце, то, наверное, все французы бы сразу куда-нибудь помчались. А сейчас некоторые посмотрят, скажут, посидим еще дома, осторожненько. Ну, конечно, уже хочется сходить и на ферму съездить, и продукты купить, и в любимых магазинах, и в биомагазин заехать, и погулять особенно, погулять. Надеюсь, что сегодня после обеда будет погода получше. Я готовлю, как всегда, завтрак. Вы меня просите снимать. Все, что домашнее, вам интересное. Мне кажется, что я уже все это по 250 раз снимала, но вы говорите, что все равно снимай. У Александра завтрак. Он сейчас будет завтракать. Владислав еще спит. Мы с ним... Я буду завтракать с Александром. Завтрак у него, как всегда. Два яйца, нарезка куриная, сыр, масло побольше сливочного, кофе и... Что еще будет? Домашний йогурт. Домашний йогурт. Он сам... Он мне говорит, ты мне делай тарелочку, а потом я почувствую голоду. Если я еще голоден, то я еще что-нибудь добавлю. Но Александр у меня уже привык к такому завтраку. Вы пишите, что для мужчины это мало, для него это даже много. Он у меня... Ну, он занимается спортом, но вы же видели, что он... Так, моя машинка. Все, она закончилась. Вы спрашивали, работает еще? Да, работает. И я вот смотрю, что у Владислава... Ой, запотело. Я тут на салат еще отвариваю яйца. Меда совершенно нет. Хотела съездить, где продают наш мед, любимый, в магазин. Есть у меня уже на канале видео. И я говорю, Александр, я тут сразу домашними делами занимаюсь. Александр у меня спортом занимается, ну, так, не очень много. Поэтому он и не есть сильно много. И не разъедает свой желудок. Так, вот, йогурта у меня еще много. Я наделала, Влад попробовал, сказал, просто замечательный йогурт. И сейчас я вам сниму видео про фрукты. Вы меня очень много спрашиваете. Как французам разрешено фрукты, сколько... Сейчас соберу все фрукты. Сколько у меня есть. И сделаю вам такое видео эквивалент. Будет, наверное, интересно, кто еще не подписан на канал, подписывается. А я смотрю, что нам нужно будет купить. И много всего нужно будет купить. Хотя, кажется, что все пустое. Но все, что есть, посмотрите. Белки в морозилке. Овощи вообще нужно купить обязательно. Ведь без овощей плохо. Фруктов чуть-чуть нужно купить. Особенно сезонных. Шоколад есть. Сыр есть. Масло есть. Йогурты есть. Поэтому человеку для полезного питания, разнообразия, вот знаете, чтобы забит в холодильник был, не так уж и много нужно. Ну все, мы завтракать. Вы меня спрашивали еще. Конфеты на видном месте стоят. Русские конфеты, которые присылала мне подруга. Ну вот смотрите, как конфеты. У нас все в меру. То есть мои мужчины, я не скажу, чтобы они объедаются. И в основном они едят конфеты после обеда. Да, я же вам говорила, что мы все сладости, углеводы едим после обеда и совершенно не поправляемся. Вот они здесь всю халву повытаскивали. Александру больше всего халва. Что ему еще понравилось? Ему понравилась конфета ромашка. Александру. Ну а Владиславу, как всегда, птичье молоко. Но Владислав у нас вообще не очень шоколадная душа. Поэтому я без проблем оставляю конфеты. Вот весь карантин, ваза стояла. И не было такого, чтобы они ели, 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 ели. Кто-то написал, у вас сила воли такая. Не знаю. Наверное, у всех у нас, у троих, большая сила воли. Или мы очень хорошо наедаемся всем тем, что нас на сладкое не так тянет. Просто для удовольствия взяли конфетку и слопали. Но мы не будем брать по 5-6 конфеток. Александр может 2, я 1, а Владислав тоже. Но Владислав вообще сколько хочет, столько и ест. У него все в рост. Поэтому, если вы достаточно жиров, едите белков, то не будет вас тянуть сильно на сладкое. Ну вот, записала видео. Все вам начала объяснять, сколько, чего и как. И чтобы без проблем кушать и не переживать, что поправитесь. У меня здесь было не очень много сегодня фруктов. Но когда сделаю закупку, то обязательно сниму вторую часть. Потому что сейчас у нас в Провансе пойдут и абрикосы, и персики, и виноград. Поэтому все расскажу и покажу. На канале Худеем по-французски Селена Франц. Здесь у меня и шоколадка, и у меня и фруктовое пюре, и мед, и сухофрукты. Поэтому все расскажу. Так как на улице дождь, то мне вдруг захотелось что-нибудь испечь, чтобы в доме пахло выпечкой, и я придумала рецепт. Это будут у меня малиновые муфины с кокосовой мукой, совершенно без сахара. Я рецепт сегодня не записывала, мои хорошие, потому что первый раз такое придумала. И посмотрю, как они будут на вкус. Если получится очень вкусно, то обязательно сделаю рецепт для канала Худеем по-французски Селена Франц. Потому что ингредиенты очень хорошие, самые полезные, и совершенно не обезжиренные. Но зато нет, можно так сказать, безглютеновые, потому что с кокосовой мукой она можно заменить на любую муку. И совершенно нет сахара. Поэтому отправляем сейчас в духовку. Александр уже ходит, облизывается. И я буду здесь убирать все. Потом обязательно расскажу, как они у нас получились. Так, посмотрите, что за дела. Уже одной муфины нет. Вы представляете, я вытащила их остудиться, чтобы достать ковиду. Александр уже ее слупал. Сказал, что очень вкусно получилось. Очень-очень вкусно. Я ему предложила что-нибудь сладенькое сверху. Или меда, или может быть, не знаю чего, варенья. Он сказал, нет-нет-нет, я уже привык. Мне сладкого ничего не нужно. Я хочу чувствовать вкус. Поэтому вот так постепенно мы приучаем свою семью отказаться совершенно, почти совершенно от сладкого. Хотя я ему не говорю, что не ешь сахар. Если ему хочется, он добавляет и мед, он может и конфеты русские есть. Вы уже видели. Но вот вкусы меняются постепенно. Получились вкусные. Не очень красивые, но очень-очень вкусные. Можно записать рецепт. Но сначала я куплю формы. Мне вот в этих бумажных совершенно не нравятся. Они плохо поднимаются. Как только куплю формы, сделаю вам замечательный рецепт без сахара у алиновых муфин. Дождик прекратился, и мы вышли на прогулочку. Сегодня пойдем по нашим старинным тропам, где я всегда ходила. Это, наверное, километров пять. Все расцвело. Правда, дождик еще капает. Не знаю, попадем мы под дождь или нет. Это, помните, здесь находится стадион. И такая крутая. Нужно подниматься достаточно. Поэтому мы сегодня далеко пойдем с Александром. С непривычки в горку. Ух, ух. И он смеется надо мной. Клюля битюд. Здесь очень красивый вид открывается. Раньше каждый день здесь ходила. А вон, видите, на наш замок. То есть не наш, а наш. Наш не наш. И вон она. Там, где молодежь все время играла. Футбол. Развлекались. А вон есть молодежь. О, Илья. Сегодня Илья. Держу. А вон их сколько. Вообще нельзя собираться больше, чем 10 человек. Вы меня в инстаграм спросили. Карантин полностью сняли или остались какие-то запреты? Да, остались запреты. До конца мая на 100 километров. Дальше, чем 100 километров, нельзя уезжать. Если выезжаешь, всегда с собой нужно иметь какой-нибудь документ, где ты проживаешь. Потому что могут остановить и проверить, откуда ты выехал. Также можно встречаться с родными, но чтобы не было больше 10 человек, все, дождь пошел. И если вдруг полицейские жандармы проезжают возле дома, увидят сборище, могут остановиться, штрафовать. В магазинах соблюдать. Все так же, как раньше. Маску носить в общественных местах, особенно в транспорте. В общественных местах желательно, не обязательно. Что еще там? Да, если вдруг вы были на карантине, остались у кого-то и не смогли уехать, то сейчас вы можете вернуться домой. Но там нужно пометить, заполнить документ, что это срочно. И там, если вы переезжаете, я вам уже рассказывала. А там трое сегодня их нормально, мальчишек. Поэтому до конца мая еще санитарная обстановка будет такая. Ой, плешень. А мы уже от дома так ушли далеко. Капюш, для капюш. Говорю, одевай. Капюш. Спортсмен. Ой. А я зонтик взяла сейчас. Ладно, хочу вам показать вид, какой открывается, и буду отключаться, доставать зонтик. Нам сегодня пришлось быстро вернуться с прогулки, потому что снова пошел дождь. И такой ливень пошел приличный. Мы с Александром все промокли. А Владислав у нас целый день занимался. Он сейчас делает биологию. Мне сказал, вот им задали какую-то схему построить. Какой слышали? И святые. И святые? И святые? Ну, да. Ну, да. Какой? Любовь, конечно. Он говорит, схему организма надо построить. У них очень много всякой работы на компьютере. Схемы строят. Как функционирует организм, биология. Ну, ладно, не будем тебя отвлекать. Работай. Работай. Все. Сегодня на обед у нас будет чечевица. Сейчас записала небольшое видео для канала «Худеем по-французски» «Сельна Франц». Ответила на все ваши вопросы насчет бобовых. Едят ли французы бобовые? Сколько? Как? Когда? Как они их употребляют? Чтобы, ну, кто стройнеет, кто худеет, кто какое слово использует. Поэтому, кому интересна эта тема, переходите на второй мой канал. Мы сегодня будем добавлять чечевицу просто в салат, в овощной салат. И сейчас, кстати, может быть, успеем сходить на марше. Марше – это овощной рынок, который у нас уже открыли в деревне. Но, говорят, запускают так, гутагут по капельке. Не всех сразу и нужно быть в масках. Так, вчера, пока я здесь убираю свой кофе, насыпала. Я люблю в баночке хранить. У меня сегодня лаваза, и мы его еще покупали в Паркорессе в стоке. Было по две штучки. И теперь я думаю, почему я там больше всего не накупила. Он, наверное, теперь сток этот закрыт. Потому что это же продукты, которые арестовывала таможня. А теперь, скорее всего, так как не перевозят продукты. Хотя, может быть, и будет открыт. Посмотрю. Вчера смотрела новости. И вчера же первый день был снятие карантина. И как в метро там все происходило, вам расскажу. Конечно, все в масках. Но не получается пока соблюдать дистанцию. О, Александр уже все белье развесил. Замечательно. Помогает мне. У него осталось сколько? Один или два дня. Надо посмотреть. Вот. И не удается пока дистанцию соблюдать. То есть все в масках я видела в метро. Но в час пик друг к другу. Потом, когда час пик проходит, то поменьше народу в метро. Поэтому не знаю, как они там будут соблюдать все эти правила санитарной гигиены. И еще я вчера показывали в Дижоне. Знаете, куда было? Сейчас вот смотрю на вещи. И вспомнила. В Дижоне, знаете, куда была очередь? В магазин Зара. В первый день снятия карантина все женщины ломанулись, можно так сказать. Покупать одежду. Все были в шоке. Там показывали в Дижоне. Там такая очередь была в магазин Зару. Вот так. Француженки хотят новую одежду на лето. Какая у нас погода замечательная. На солнышке 30 градусов. Утром было холодно. Я даже одела тренч. Оказывается, здесь тепло. Мы поехали с Александром. Как всегда. Сейчас выбросим все, что не нужно. Мы поехали с Александром. Купить землю. И может быть 2-3 цветочка. Чтобы украсить нашу террасу. И потом заедем за овощами и за фруктами. И мы такие радостные, что сегодня первый раз мы все это будем делать без заполнения документа. Правда, здесь у нас, вот смотрите, теперь всегда маски. Где-то они там маски, перчатки. Одевать, конечно, не хочется. Но нужно. Александр там выбрасывает. А вы меня, кстати, спрашивали, где мусорные баки у нас за казерной. И все расцвело. Все расцвело. Может быть, успеем даже съездить на море. На ближний пляж. Сегодня или завтра или поедем к Лильяну и Даниэль. Жан-Виоля Алемаэр. Можем съездить. Он говорит, да, он можем съездить. Все. Гель у нас тут. Как он вторичка, 5 километров? Это еще с Баркареса у нас гель остался. Он говорит, жаль, что 230 километров в современной жизни. В современной жизни надо покупать второе жилье не дальше, чем 100 километров теперь. Жизнь так быстро меняется. И принципы жизни меняются. И правила жизни меняются. Вот кто бы знал, что за сколько? Ну, считай, за 60 дней. 55 карантин. Ну, все началось еще раньше. А вон, смотрите. Для учеников. Ученики какие-то в школе. Но не какие-то, а маленькие-то в школе теперь. Владислав занимается дома. Продолжает свою биологию изучать. И я говорю, что за 60, в принципе, дней вся жизнь так быстро поменялась. Все правила поменялись. Маски. Сегодня мне пришла реклама. Какие-то дорогие фирмы начали делать маски. Как будто это какие-то новые украшения или юбки. Или там новый бизнес теперь. Маски. Здесь мы не ходили давно. Дом достроили. Все достроили. Если будет что-то интересное, если зайду в биомагазин, то, конечно же, сделаю обзор, как всегда, на одном или на втором канале. Александр мне говорит, нужно бак бензином заполнить, пока бензин еще не такой дорогой. Так как все уже взяли машины, но далеко еще не поехали. Всего 100 километров можно. Но сейчас только это правило отменят. Мы думаем, что бензин тоже сразу же повысится. Поэтому он говорит, давай полный балк зальем, чтобы на какое-то время нам хватило. Сейчас у нас один литр стоит 1 евро 19 сантимов. Напишите в комментариях у вас, сколько стоит. Но он говорит, наверное, примерно 1 евро 19 сантимов. Он мне говорит, фильм быстрее, там самолет военный садится. А не успела камеру перевести. Прям над нами такой большой военный самолет пролетел. Ай, окошко забыла закрыть. Наверное, ветер дует вам что-нибудь. Слышно? Он думает, что сантимов на 40-50. Это поднимется скоро. Мы в магазине муку смотрим. Муки нет. Очень мало. Муки. Любил в магазине. В магазине сильно не стала снимать, потому что в маске неудобно снимать. Мы спросили, почему нету муки и нету яиц. Даже в биомагазине она сказала, что люди были. Была и мука, были и яйца. Просто в субботу было какое-то паломничество. Пришли люди. Я говорю, все скупили. Не знаю, почему. Мы сейчас не смогли заехать в магазин, где продается все для сада и огорода, потому что он открывается только после обеда. Если селя фермы шире. Или сюда. Я им показываю, где ферма находится. Сейчас мы купили оливковое масло, хорошую бутылку, огромную за 7 евро. Мы купили мой яблочный уксус, который не разогретый и не фильтрованный. Последнюю не будет больше такого уксуса. Она сказала, пока не будет доставлять. Ну, мы решаем, куда поехать. Простите нас. Видите, как я снимаю видео. Все натуральное. Про что говорила. А, и все для сада и огорода открывается только после обеда. И овощи, и фрукты мы приехали в Гранд Фре. Там нельзя снимать. Я уже пробовала два раза. Нам сказали, нельзя. Машин нету, потому что все обедают. А в биомагазине невозможно покупать овощи и фрукты. Вообще, раньше я покупала по несколько штук. Сейчас одно авокадо 2 евро с чем-то стоит. Килограмм помидор 7 евро. Ну, там вообще такие цены. Месьон решил маску не снимать. Там все в масках были сегодня. Все, мы пошли за овощами и фрукты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok